Правильные и неправильные глаголы Поэтому их перечислили просто в категорию неправильных. Это, конечно, небольшая шутка. Основная причина, почему такое количество неправильных глаголов, потому что английский язык эволюционировал и вобрал в себя большое количество различных правил и глаголов из других языков. Поэтому большая часть глаголов, которые обозначают самые конкретные, самые регулярные действия, теперь относятся к категории неправильных глаголов, и никто не помнит, по каким правилам эти глаголы спрягаются и меняют структуру корневую от одной формы к другой. Что такое правильный глагол? Правильный глагол формирует вторую и третью форму по единому правилу с добавлением окончания «иди» к первой форме. Неправильные глаголы формируют вторую и третью форму по своим собственным правилам, которые никто из ныне живых уже не может объяснить. С неправильными глаголами каких-то особых классификаций нет. Есть определенная группировка неправильных глаголов по структуре изменения букв от формы к форме. И вы можете такую классификацию найти в интернете или на ютубе, посмотреть, и будет ли вам удобна такая классификация неправильных глаголов для того, чтобы их запомнить. К сожалению, неправильных глаголов в английском языке достаточно приличное количество, и их придется просто запомнить, потому что другого выхода у вас просто нет. Необходимое количество неправильных глаголов, которые вам понадобятся в разговорную речь, составляет около 150-175 неправильных глаголов. Но на первоначальном этапе достаточно будет 100 неправильных глаголов. Ниже приведены примеры 10 самых высокочастотных неправильных глаголов и 10 самых высокочастотных правильных глаголов. Эта высокочастотность связана с количеством и частотой употребления каждого глагола. Итак, глагол «хотеть». Я буду использовать только один вариант перевода. На самом деле у каждого глагола существует до 5-7 ключевых вариантов перевода. Глагол «хотеть» правильный «want», «wanted», «wanted», «wanting». Глагол «смотреть» «look», «looked», «looked», «looking». Глагол «использовать» «use», «used», «used», «using» и так далее. Список из 10 самых распространенных правильных глаголов. Переходим к неправильным. Обратите внимание, насколько отличаются первая, вторая, третья формы этих глаголов. Первый глагол самый высокочастотный в неправильных «be». «Be was, were, been, being». И в настоящем времени у глагола «be» есть еще три специальные формы «m», «is» и «a». Они в таблюды сюда не добавлены, чтобы вы просто не перепугались количеством форм у глагола «to be». Следующий глагол неправильный «do», «did», «done», «doing». Третий по частоте глагол «have», «had», «had», «having» и так далее. Обратите внимание, что у неправильных глаголов формы отличаются, и некоторые формы совершенно не похожи друг на друга. Например, как у «go», «went», «gone», «going». Дополнительно с неправильными глаголами вы будете работать в программе Quizlet и в специальных тестах для того, чтобы закрепить знания второй и третьей формы у неправильных глаголов. Это очень важно, потому что без неправильных глаголов вы просто как автомобиль без колес. Для изучения неправильных глаголов потребуется приложить определенные усилия и регулярно, каждые 3-4 месяца повторять неправильные глаголы, чтобы они у вас всегда были на острие вашего языка.